Хороший, хороший, умничка! Давай, 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 ребят, еще осталось чуть-чуть! Сегодня была последняя игра. Довольны ли вы с сезоном? Ну, сезон был довольно-таки сложный. Мы же начинали с юношеского первенства. Вот, выиграли там, перешли во взрослые. А все такое, переход во взрослые. Конечно, тяжело. Но тем более мы заняли третье место призовое в первенстве среди взрослых. Это очень хорошо для детей. Вот, и удачно выступили на Кубке. Конечно, довольны, вопросов нет. А сколько побед в вашей копилке за этот сезон получилось? Ну, в Кубке сколько? Мы три игры сыграли, да? А, вообще сколько побед? Ну, здесь три игры. Там у нас, сколько, если 8 команд, 7 игр, там 10. И в первенстве там, ну, я не знаю, там уже и сейчас попали, скажу. Игр 15 мы выиграли. А были ли какие-то моменты, которые требуют работы над ошибками? А у нас после каждой игры, если вот завтра будет разбор, разбираем ошибки как раз. Конечно, нет у нас видеокамеры, нет у нас ничего. Ну, все по памяти. И потом тренировка и работаем над этими ошибками, чтобы их не было. А в какой момент в вашу жизнь пришел футбол? Ой, какой? Да, наверное, с детства пришел бы. Ну, как только мать. Да, радиоарди. Где-то году, наверное, в 53-м, когда он стоил 42 рубля, вот такой был. Черный, со шнуровкой. И без футбола я свою жизнь вообще не представлял. У меня другого ничего не было. В армию забирали. Вы кем хотите быть? Я говорю, я буду футболистом. Мы тебя отправим в футбол играть. И так я и поехала, что на Соколин, туда, в Белом Медведев. Так что футбол у меня всю жизнь. С самого рождения. Тренером я начал работать в 77-м году с коротком Юрием Николаевичем. От него получал учебу в специализированной школе «Факела», а потом в 15-й школе у Цицилина Ивана Павловича. Ваша жизнь когда тренерство пришло? Ну, как сказать, заканчиваю школу, что понял, без футбола не могу. И поступил в скультивный институт тоже самое. Закончил наш вискультивный институт. После этого работаю тренером. А как вы ребят мотивируете? Мотивация. Личным примером, да. Денег у нас нет, ничего же у нас нет. Мотивация, ребята, мы не должны никому проигрывать. Мы самые сильные в городе должны быть. Чтобы о нас помнили и вы потом помнили футбол. И выросли нормальных людей, и самое главное, футболисты. У нас есть уже хорошие. А что лично для вас мотивация? Лично для меня, естественно, победа и рост ребят. Когда они растут, тогда я вижу, как у них все получается. Когда начинали, если они мяч от земли не могли оторвать, то сейчас они уже играют как футболисты. Эффективнее, по-вашему, поощрение или наказание? Эффективнее? Да. Ну, это в каком случае? Без наказания нельзя. Потому что у каждой команды есть, значит, поощрение и ответственность. Это в каждой есть, значит, того, что нарушения они были, есть и будут. Если не будешь ты наказывать, значит, движения вперед не будет. А поощрение, оно хорошо, но слишком увлекаться им тоже не надо. Значит, они должны понимать, что им надо все время тянуться, становиться лучше, лучше и лучше. И, конечно, обязательно в нужные моменты, в какие-то периоды сезона, обязательно хвалить, говорить, что у нас мы и делаем так на собрании. На это вот у нас, когда завтра будет собрание, к распродведению итогов, похвалим. Кого-то, значит, не похвалим. Кто-то получит свое. Всякое бывает. А как вы наказываете? Ну, у нас наказание, у нас же нет ни зарплат, ничего, поэтому никак не накажем. Единственное, можем сказать, играть не будешь пока. Ну, да, да, пропустить игру. А для них не играть, это хуже всего. Даже, может, деньги заплатила, поэтому... А в чем слабые и в чем сильные стороны команды? Слабые? Сейчас скажу. Ну, все может быть. Почему слабых таких и сильных нет? Вот сейчас здорово, сегодня игру сыграли, я скажу. Наша сила коллективист, коллектив, мы смогли сплотить с ним, мы с 14-го года с ними работаем. Значит, смогли создать из этих ребят, которые вот такие вот были, создать коллектив единомышленников, друзей. Они друг к другу в гости ходят, там, ну, живут, короче, как это, как единая семья. Мы были в лагере два раза, в Пионерском, вот, там дружились, они в ножах ездились на турнир, все время вместе, вместе. Они, не дай бог, в обиду никого не дадут, никого не обидят. Вот, и если ты будешь не подходить им, то такого они в коллектив не примут. Да, и сейчас добавили снова ребята, вот кто-то с института, да, они как раз, я думаю, что все ладятся. Дружбы в коллективизме, поэтому нам победы удаются над более сильными соперниками. Все же нас равняют с этой командой, где играли люди, которые в первой лиге играли. А мы только вышли, даже 18-летние, по 17 лет, юношеский возраст. Ну, смогли же сыграть, и хорошо сыграть. Значит, могут играть, потенциал есть. Ну, а самая слабая, если сторона, ну, слабая сторона, бывает, знаете, как, ну, как сказать, не подготовить, то, что поспать любят, это одно. Вот, могут, пропускают есть, которые тренировку, тяжело стало, он может не пойти. Вот таких мы тоже стараемся как-то наказывать. Ну, как наказывать? Через ребят, они с ними проводят беседу, так же вызовут, сами садятся, сами беседуют. Вот это и есть слабость, что не все мужики, так скажем так. Но 99%, нет, 95 мужики, а человека три, может, таких, что? Нет. А сейчас из-за коронавируса губернатор ограничил количество зрителей на спортивных соревнованиях. Влияет ли это на настрой игроков? Значит, мы, когда играли в том году, играли мы на чайке на зеленом поле. И играли как раз групповой этап турнира перед зоной центра. Значит, у нас вот та трибуна на чайке, которая собиралась полностью, когда мы играли. Мы принимали там, допустим, Липецк, Щебекина, когда принимали этих сильных соперников, Старый Оскол. Полная трибуна была людей, на нас ходят люди. Конечно, они, у них глаза горели, они когда выходят, у них глаза горят. Понятно, что болельщики, а тем более, если еще девушки сидят в первом ряду, у которых приходят за них болеть, то ноги вдвойне бегут. Они выше головы прыгают. А есть ли у вас тренерская мечта? Тренерская мечта, чтобы выиграли. Вот и для нас уже это. Это же мечта, это же вот сбывать. Ну и подготовить как можно больше ребят для игры. Вот вам правильно. Григорь сказал, 17-летние ребята, которые еще молодые, еще им расти, расти опыты. Обыграли там в команду. Еще надо годик, годик, насилие еще год передать их в команду мастеров. Это самое главное. А нынешним соперникам сколько было лет? Ну там 26, там и 30 есть. Там уже играли. Да, люди, которые поигравшие. Самое главное, наша мечта и задача, это чтобы они выросли людьми нормальными, без вредных привычек, здоровыми. И не забывали друг друга до конца дней своих, скажем так. Чтобы коллектив он сохранялся в них все время. И были, ну, жили дружно, вспоминали все вот это, да, конечно. Нормальными членами общества. Ну и заключительный вопрос, не могу не спросить, как вы относитесь к конфликту вокруг ситуации с Дзюбой? По вашему мнению, справедливо ли его отстранили от игр? По моему мнению, справедливо ли он слишком много относительно берет. Я думаю, что он пример для молодых как раз подражает. Смотрят, что они будут после этого. За ним, вы понимаете, вот я помню себя таким же ребенком, там вот в Луганске у нас футболисты были. Я мог в трамвай сесть, если едет там, допустим, Журавлев, Шульженко, я мог ехать с ним до конца, пока он едет. Просто ехать, не разговаривая, ничего бы, кто за мной будет разговаривать. И поэтому для них Дзюба такой же, они смотрят на него, рот раскрывают. Мы вот были, когда смотрели игры, ходили, они же узнают, вон тот-то, тот-то. Всех знают футболистов, разговаривают. Конечно, это для них пример. То, что он сделал, пусть это ему, ему как-то судить, не нам судить. Ну-ка, понятно, что не то, что он... А то, что отстранили, я считаю, правильно отстранили. И тренер сборной отстранил, и я на месте Симакаев-Зенита его пока не ставил. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok